Слава Господу! И кого уже видели, еще раз, доброе утро! Так же, как и у людей, если ты не подключен, если ты онлайн, если ты недоступен Богу, тогда ничего не получается. У тебя есть программа, но она не работает. У тебя есть база, но она не работает. Надо всегда быть на связи с нашим Господом. Так, мы посмотрим сегодня. Я вчера в группу пару секунд закинул. И я верю, что Бог хочет через эти стихи говорить к нам. У Бога есть план. И это не так, что ты что-то один раз делал. И потом раз ты сразу изменился, и навсегда. Есть такая песня, старая песня. Вовеки молодой? Да. И вот, христиане, а, и manchmal христиане, die singen, иногда христиане поют такую песню. Für immer heilig. Навеки святой. Oder für immer gut. Навеки хорошей. Это где-то правильный. Но мне нужно оставаться на связи. Мне нужно оставаться на этом пути. Пока я на этой земле, в этом мире, я постоянно под какими-то атаками. Или я сам атакую кого-то. Это еще лучше. Я наступаю. Я наступаю на вражескую армию. В любом случае, я постоянно в каком-то противении нахожусь. Конечно, есть христиане, которые такие теплые, которые не на связи с Богом. И они как бы не сильно атакуются дьяволом. Это логично. Зачем их атаковать? Они все равно как-то законсервированы. И только один Бог знает, спасены они или нет. Потому что спасение это акция всей твоей жизни. В 1 Петра 1, 9 написано, что мы должны достичь конечной цели. Мы достигаем. Мы еще не пришли туда. У нас есть залог Духа Святого. Мы что-то получили от Бога. И это дает нам уверенность, что мы спасены. В Духе мы спасены. Но наша Душа она будет спасена. Она проходит этот процесс. Он спасается. Он спасается. Он потеряет насzero. Наша плоть, наша греховная природа, так же как и наше тело, оно когда-то умрет. И Бог даст нам новое тело, потому что я рассказываю уже об этом, потому что человек взял землю, и земля была проклята. И когда Каин убил Авеля, пришло проклятие на человека, потому что была проклята кровь Авеля, земля была. И через это было проклято все человечество. Но Иисус пришел со своей кровью на небеса, это можно все прочитать в Писании. И из небеса, он послал нам дуба святого, который нас родил. Если это случилось, то, как это произошло у каждого из нас. Жаль, что сегодня нет одного нового человека. Я думаю, что у вас есть это познание, которое должно быть. Но я все равно хочу рассказать о том, что этот принцип и Дух Святой он уничтожил в нас, или он уничтожил наш Дух, он воскресил наш Дух. Он воскресил его. Уничтожил наш Дух, наши Духи, наших Эмоций. Потому что Павел говорит, что обновляйтесь Духом. Речь идет об обновлении полной личности человека, всей личности. И если человек идет этим процессом, если он позволяет Духу Святому вести себя, и идти этим процессом обновления, тогда человек находится на пути Спасения. Вы знаете, Иисус сказал, входите узкими Вратами. Иисус также сказал, что я есть Путь, он нам показал этот Путь. И этот Путь, он через узкие Врата. Другими словами можно сказать, что это не так просто. Может быть это немножко неудобно, нужно напрягаться, может быть это не так дешево нам обходится. Ну, как бы невыгодно, невыгодно, не нюцливо. Кажется, что это не приносит нам ничего. Это стоит. Иисус очень много говорил, Прич, например, о жемчужине. Он сказал, что был один человек, который собирал жемчужину. И он продал их все, чтобы купить эту одну. В другой притче говорит он, что человек все продал, чтобы купить этот участок земли, где было спрятано сокровище. И это процесс, это не разовая акция. Один раз попросил прощения, за грехи получил печать Духа Святого спасен. И все на этом закончилось, можешь жить дальше, нет. Это неправильная информация. 1. Тимофея 2. Давайте почитаем, чтобы вы не подумали, что я рассказываю сказки. 1. Тимофея 2, 3 стиха. 2. Тимофея 2, 3 стиха. 2. Тимофея 2, 3 стиха. И до этого он как бы обличает нас, мы должны молиться за других людей, за царей и так далее. Мы это делаем здесь в четверг. 1. Тимофея 2, 3 стиха. 2. Тимофея 2, 3 стиха. 2. Тимофея 2, 4 стиха. 1. Тимофея 2, 4 стиха. 3. Тимофея 3 стиха. 5 стиха. 6-ча. 7-ча. 21тита. 5-гофея 3 стиха. 21тита. Это угодно спасителям. Это значит, тут есть связь со спасением, потому что он называет, который хочет. Also, der Ретер хочет. Versteете? Der Ретер имеет will, и он хочет. У спасителя есть воля. И он хочет это не, потому что он так любит сегодня. И его воля не просто так, что у него просто что-то, что-то желание появилось сегодня. У него есть план. И чтобы этот план совершить, ему это нужно. Чтобы спасение привести до конца, значит он хочет этого. Иначе этого не произойдет. Versteете? So. И что он хочет? Чтобы все люди спаслись, это первый пункт. Это тот пункт, который достигают многие люди, которые ходят в церковь. Не все, но многие. Они понимают, что они нуждаются в Боге. Они бетят в Беке. Они кают, молитвы покаяния. Они обещают, что они будут жить с Богом дальше. Это пункт номер один. Пункт номер два. Второй пункт. Который принадлежит к этому плану. И достигли познания истины. И здесь. И в христианском мире это большая проблема в этом пункте. Апостол Алексей Ледяев, он написал книгу. Это будет сейчас переводиться на немецкий язык. Который пункт, я уже дарил. Это называется спасение спасенных. Как-то оно странно вроде бы звучит. Это книга, такую волну Критики. Все, которые верят в такую гиперблагодат, их немного потрясло. Он взял один пример со старого завета. Хотя в новом написано, что это все примеры для нас. Как раз Павел говорит об этом, что это примеры для нас. И он говорит о Израиле, который из Египта вышли из Египта. Это спасение. Фараон, это фараон, это фараон, это фараон, это фараон, он держал народ, рабство все время. Потом приходит Моисей. Макт фокус-покус. Делает фокус-покус. Да, это фараон, это фараон. И тогда начался процесс. С ихней душой. Это то, о чем я сейчас как раз говорю. И потом была проблема. Многие люди не предоставили себя Богу, чтобы он мог их изменить. Они ожесточались дальше. И поэтому, и поэтому, и поэтому, и поэтому, и целая Поколение, и целая Поколение, не вошло в землю обитованную, не смотря на то, что, у них не было ни в чем нужды. У них всегда была пища. Конечно, это не был китайский ресторан, где очень много Блюда. Вы знаете, после китайского ресторана, если ты все там ешь, вы знаете, что там происходит. Вы знаете, что там происходит. Написано, что не было ни одного болящего, ни одного больного. Там написано, что одежда и обувь у них не изнашивалась в течение 40 лет. Не было у них нужды. И все равно, они были недовольны и в конце концов, они не смогли войти в землю обитованную, которое было целью от Бога для них. Это было цель для этого народа, чтобы вывести их из рабства и привести в обитованную землю. Там, где Божья воля должна была исполнится. Там, где Божья воля должна была исполнится. Там, где его царство будет. Там, где будет его территория. Да, они не смогли войти. Несмотря на то, что у них было все. Все, в чем они нуждались. И это открывает Алексей в своей книге. Чтобы никто из нас не пошел этим же путем. Чтобы спасенные люди, которые вышли от Фараона, чтобы они не погибли в процессе обновления, потому что они Богу не позволили работать над собой. И это принесло много критиками. Это ангресс на нашу Ретту. Мы все решили. Это нападение на нашу Ретту. Мы все решили. Ну да, это правильно. Я не нападаю на вашу Ретту. Я просто вас предупреждаю, чтобы вы его не потеряли. Потому что это возможно. Это возможно. Это возможно. Есть достаточно примеров писания. Где люди потеряли спасение. И это наша цель. Бог позволит работать с нами. И Бог позволит вести нас в землю. Это не территория какая-то. Это наш внутренний состояние. Это наш внутренний состояние. Обитованная земля, это не территория. Это также связано с тем, в котором я буду жить. Конечно, это также связано с тем, где я буду жить. Бог тоже меня привел в Германию. О чем я даже не думал и не представлял. Было даже так, что мне сначала сообщили, что я не могу сюда приехать. Потому что, когда мы поставили этот контракт, как мы называем это, заявление, заявление о приезде в Германию. Я был еще маленьким. Это было еще маленьким. Это длилось очень много лет. И когда пришло разрешение, я уже 18 лет. Мне уже было 18 лет. И мне сказали, что тебе надо самому писать это заявление. Но у Бога были другие планы. Но у Бога были другие планы. Я был в этом заявлении, в этом приглашении. Такой был сюрприз. Это был Божий план. Это был Божий план. Привезти меня сюда. Я тогда еще об этом не знала. И у него для каждого человека есть свой план. Он не хочет, чтобы ты просто сидел в церкви. Он не хочет, чтобы ты просто сидел в церкви. Чтобы ты просто ходил работать. И зарабатывал деньги и тратил их. И ездил в отпуск. И иногда и просто в какое-то прекрасное время умрешь. Бог хочет, чтобы мы оставили, вечный след своей жизни. Чтобы мы принесли вечные планы. И это его цель. Потому что он вечный Бог. И его план, он всегда связан с Вечностью. Мне нужно это понять сначала. Это должно быть сначала открыто. Мне это должно быть сначала открыто. Потому что все видимое. Это как какой-то торнадо. А, das brauchst du hier. Проблемы в работе. Hier, da ist was mit deinem kind. А da ist noch was mit der Frau. Und hier, und brr-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r. И все вот так вот, как вертолет. Я не знаю, знаете, знакомо ли вам это? So, dann schauen wir Titus 3, was ich in die Gruppe gestern reingeworfen habe. Теперь откроем послание к Titus. Ich bin ziemlich sicher, dass ihr nicht mehr weiß, was da drin stand. Das ist jetzt kein Sarcasmus. Das ist ein Witz. Я почему-то уверен, что вы не помните, о чем там говорите. Но это как бы не какой-то Sarcasm. Titus 3 ab Vers 1. С первого стиха. Paulus gibt immer so Tipps zu seinen Nachfolgen. Also die Titus, Timotheus, was wir jetzt gelesen haben, das waren alle... Timotheus и Тит, они всегда давали такие советы. Nein, die haben von Paulus diese Ratschläge bekommen. Er war wie ein Leiter für sie und hat sie geleitet, wie man Gemeinde führt, was man den Menschen lehren soll. Und das ist normal, dass wir diese Hierarchie, diese Gottes- dieokratische Ordnung sehen, selbst in dieser theokratischen Ordnung stehen, dass jemand über uns steht, in uns lehrt. Чтобы нас кто-то учил, стоял, und wir haben auch die Menschen, denn wir Ratschlag geben, beziehungsweise helfen diesen Menschen, auch die Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen. Es geht immer um diesen Punkt 1 und Punkt 2, was wir in Timotheus gelesen haben. Errettung und dann Erkenntnis der Wahrheit. Das ist der Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, also Weg, das heißt gehen, das heißt sich bewegen, auf ein Ziel haben. Der Weg hat immer ein Ziel, wo ich ankommen möchte. Dann die Wahrheit, die mir hilft, da ins Ziel zu kommen und dann erreiche ich das Leben. So. Und hier bekommt der Titus Ratschlag von dem Paulus. Paulus sagt ihm, erinnere sie, also die Menschen in deiner Gemeinde, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam zu jedem guten Werk bereit. Also unterordnen und gehorsam sein muss man, wenn es mit guten Werken was zu tun hat. Wenn man dich zwanghaft impfen will oder wenn man dich irgendwo in den Krieg schicken will, wo man dich ermordet, weil du nur als Fleisch dahergeworfen wirst vor dem Feind, dann musst du dich nicht unterordnen. Es hat mit einem guten Werk nichts zu tun. Das ist nicht eine gute Idee. Wir müssen auch ein bisschen unterscheiden, was hier gesprochen wird, weil daraus entstanden sehr viele Diktaturen. Hier steht ja geschrieben, ihr sollt Regierenden und Obrigkeiten unterordnen. Alles, was ich dir sage, hop, 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 давай. Falsch. Es hat was mit guten Werken zu tun. Es hat mit Gottes Ordnung zu tun. Rечь идет mit Gottes Willen zu tun. Dass sie niemand verlästern. Nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie alle Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Denn auch wir waren einst unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten manikfachen lusten und vergnügen und gingen lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Kein schönes Bild. Das ist altes Leben. Wir waren so. Wir waren so. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, was was ist uns erwiesen worden, was ist uns erschienen worden, was gegründet. Gottes Gericht Gottes Angst, du gehst in die Hölle, wenn du es nicht machst. Bоже, du gehst in die Hölle, wenn du es nicht machst. Freundlichkeit und Menschenliebe ist gekommen in unser Leben. So ist uns etwas erschienen. Das hat uns nicht um die Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet. Er uns nicht um die Gerechtigkeit zu wir haben nichts dafür getan, wir können auch nichts dafür tun, um diese Gnade von Gott verdienen zu können. Das funktioniert nicht. Das gab er uns nicht aus diesem Grund, sondern aus dem Grund seiner Barmherzigkeit. Er hat gesehen, dass wir gelitten haben, dass wir uns verirrt haben und hat uns die Hand der Hilfe angeboten und hat uns errettet. So, wie hat er das getan? Durch das Bad der Wiedergeburt. Durch das Bad Wiedergeburt. Also Wiedergeboren, unseren Geist geboren, das vergleicht er mit einem Bad in russischem Sauna. so, so, ist die Reinigung stattgefunden. In diesem Moment. Versteht ihr? Wir müssen verstehen diese Prozesse. Ich bin jetzt wiedergeboren und jetzt wurde ich bereinigt. Bad habe ich angenommen. Viele sehen das und das ist auch nicht verkehrt, was zu tun hat. Weil Bad ist Wasser. Und die Evangelium beziehungsweise Jesus selbst sagt, bekehrt euch und lasst euch taufen. Das war in einem alles. Es ist untrennbar. wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann war das direkt geschehen, nachdem die Menschen sich bekehrt haben, waren sie getauft. Das ist das Bad, was uns bereinigt von unseren schlechten Werken, von ganzem Dreck. das ist Punkt eins, dass sie errettet werden, dass sie errettet werden, von Gott, durch Wiedergeburt, das ist das, was Gottes Geist in uns übernatürlich vollbringt, происходит das und das ist Punkt zwei, durch die erneuerung des Geistes, des Heiligen Geistes, durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, etwas muss wiedergeboren werden und etwas wird erneuert durch den Geist. Der Geist des Menschen wird wiedergeboren, die Seele des Menschen wird durch den Heiligen Geist erneuert. Wenn wir nicht wiedergeboren sind, kann dieser Prozess nicht stattfinden. Es gibt auch Menschen, die im Geist gestorben sind, weil sie diese Beziehung mit Gott nicht gepflegt haben. Wenn ich als Baby wiedergeboren bin, brauche Nahrung, mein Geist braucht Ernährung, mein Geist braucht was zum Trinken, das ist Gottes Wort, unsere Nahrung, Anbetung und im Geiste zu bleiben, das ist unser Getränk. trinkt, wenn wir Psalmen singen und so weiter, es gibt eine Bibelstelle, steht geschrieben, ihr sollt euch nicht besaufen, sondern erfüllt euch durch den Heiligen Geist, erfüllt, испolняйтесь und das braucht er nicht, denkt er zumindest, dann stirbt er aus, sein Geist wird wieder tot, dann wird dieser Prozess der Erneuerung wieder nicht stattfinden können. Das passiert leider nicht selten. So, und dann weiter Vers 6, denn er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus unseren Retter, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа Спасителя нашего. Denn Heiligen Geist hat Gott in unser Leben durch den Jesus Christus unseren Retter, нашего Спасителя, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, чтобы оправдавшись его благодатью der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Also, hier ist das ewige Leben, hier ist unser End Ziel, hier auf dieser Erde, ich erreiche das ewige Leben, und er sagt, das erreichst du dadurch, dass du wiedergeboren bist und diesen Prozess der Erneuerung des Heiligen Geistes durchgehst. Denn du nicht verdient hast, denn du nicht irgendwie selbst dir beischaffen kannst, sondern dein Part ist einfach für ihn offen zu sein, ihm zu bieten und zu glauben, dass durch den Jesus Christus durch sein Tod und Auferstehung dadurch, dass er sein Blut für mich vergossen hat, dass mir der Heilige Geist gegeben wird. Weiter schreibt er, glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst. Vers 8 Slovo это верно и я желаю чтобы ты подтверждал о всем damit die welche an Gott gläubig wurden darauf bedacht sind eifrig gute werke zu tun Будь в этом движении. Почему? Чтобы ты не потерял свое спасение. Чтобы ты не отделился от церкви, которая есть часть Бога здесь на земле. Конечно, все остальное важнее. Я знаю. Я тоже работаю. Я тоже родные, у меня тоже есть Жена, у меня тоже есть Жена, у меня дом, мне несколько машин, например, у меня нет секретаря, у меня нет Распорядителя, у меня нет Распорядителя, да? Я просто понял, что если я Бога не ставлю, то я потеряю все. Это грустно, но это истинно. И Павел говорит, это слово «эта». На немецком написано, что в это слово надо поверить. На немецком написано, что это верно. И надо его подтверждать. Почему я часто такой? Многим это не нравится, я знаю. Ифрич, чтобы старались быть прилижными. Ифрич. Не только, когда ты попросил, и ты говоришь, да, я готов, я сделаю это. Знаете, что такое ревновать? Это когда человек приходит и говорит, что я могу для себя сделать? Я видел, что у тебя что-то не так. Это ифрич. Может быть, я могу что-то сделать для этого? Это не так, что человек сидит и думает, о, надеюсь, меня не попросят. Хорошо, что вы смеетесь, мне нравится. Это хорошо и полезно всем людям. Это не только для меня. Это так же для тебя. Хорошо и полезно. Почему мне хорошо? Потому что я это делаю. Иногда мне не хочется этого делать. Вчера нам не хотелось сюда ехать. У нас не было времени. Мы знали. Нам нужно. Мы нужно это приготовить. Нам нужно что-то сделать, это важно. Это braucht Бог. Это как дома. Ты приглашаешь людей в гости. И ты говоришь, а, я не хочу, сейчас урожайся. И ты говоришь, я не хочу убираться, если даже не прополисосены, вещи, не важно. Нет. Ты берешь себя в руки и говоришь, мне нужно сейчас это сделать, потому что придут люди, должно выглядеть хорошо. Об ты это хочешь или нет, есть одно такое волшебное слово. Должен. Должен. Знаешь ты? Как тебе дела? Должно. Ну, имеется в виду, что должно быть хорошо. Мус. Должно быть хорошо. Почему? Потому что ты делаешь пред Богом. Потому что я это делаю пред Богом. И он и он и он воздает всегда. Это нужно понимать. Он воздает всегда. Даже если человек тебе не воздаст. если ты даже человеку много добра сделаешь и он тебе в ответ ничего не сделает, Бог не человек. Если ты сделал это для Бога, ты можешь на тысячу процентов быть уверен, он тебе воздаст. Знаете, я не верю в такие истории, когда люди ко мне приходят. И они говорят, что я живу такой святой жизни, ничего плохого не делаю, стараюсь никому ничего плохого не делаю. Но моя жизнь, она разрушена. Все ко мне плохо относятся. Я нигде не могу пробиться. Везде блокады. Я говорю таким людям в лицо. Ты делаешь в моих глазах Бога лживым, потому что в Писании написано. Бог по ругаем не бывает. Ты не можешь его провести. То, что человек сеет, он это пожнет. Если твоя жизнь разрушена или разрушается, то это Бог не может быть. Тогда это Бог этого не делал. Бог принес жизнь и жизнь с избытком. Это то, что он хочет нам дать. Но враг пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Мне нужно это понимать. Но враг может исти, может прийти в нашу жизнь только тогда, когда я разрешаю. Поэтому говорит здесь Павел, если ты прилежный, ревностный к добрым делам, ты не будешь делать какие-то глупости. Ты не будешь делать какие-то глупости. У тебя не хватит времени. У меня нет времени, на какие-то глупости. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, как все это защитить. Но лучше так, как они сидят дома, И начинают делать какие-то вещи, которые разрушают их жизнь. Поэтому говорит он, если ты ревненно будешь делать добрые дела, это хорошо и полезно для тебя. Если ты это не делаешь, это, если ты это не делаешь, следующий стих, глупых состязаний и родословий, и споров, и рас, при азаконе, удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Они бесполезны и суетны. До этого мы читаем, что хорошо и полезно. Здесь мы читаем, что бесполезно и суетно. Если люди не делают добрые дела, они об этом не думают, они думают, что это не для них, они думают, что это для кого-то, для другого. Очень часто люди приходят в то состояние, и начинают ссориться, ругаться, ищут ошибки в других. Кто делает здесь неправильно? Как будет, что проповедуется неправильно? Неправильно поется? Или неправильно молятся? Это действительно здорово. Это духовно больные. Да, например, Еретика после первого и второго веровольствия. Итак, этот человек На немецком написано, что человек, который секту пытается какую-то создать. Например, люди пытаются в церкви построить свою церковь. Церковь в церкви. Они ищут людей, которые думают так же. Очень часто они какими-то словами, разговорами, все что-то в людей, какая-то сомнение. А, ты знаешь, посмотри, он, он, так, такой, такой, такой. И пытаются церковь в церковь разделить на группы. Учить, чему-то тому, чему учатся скатеринь. Или фокусировать людей на том, что не актуально. У нас были люди, которые очень сильно, страшно хотели здесь праздновать юдейские праздники. И они этого так сильно добивались, что на служении хотели бунт поднять. И здесь написано. Это вот эти все расприятия о законах, которые в Старом Завете. Что мне сегодня отдаст, если я сегодня буду праздновать юдейский праздник? Если я праздную этот праздник, могу пригласить других людей, неверующих, то да, может быть, это что-то принесет. Потому что моя цель, принести Иисуса в жизнь человека, принести Царство Божие в жизнь человека, привести к спасению через Божие Слово. И через еврейский праздник, я этого не могу добиться. Комиссия, эти люди, они не празднуют, потому что это грех для них. И все какие-то странные такие вещи. И за этими всеми вещами, стоит то, что люди сфокусированы на чем-то, что сегодня не актуально, что для Божьего плана сейчас не актуально, оно не важно. Просто взгляд от того, что важно для Бога, делай доброе, помогай людям, молись за людей, рассказывай о Иисусе при этом. Это будет более полезно. Нет, нам нужно срочно праздновать еврейские праздники в Церкви. И тогда написано, ты должен предупредить, раз, два, после второго раза, удались лучше, удались от таких людей. Уже пару раз было такое, что люди были здесь, у них такие желания, планы. И они хотели меня в этом очень сильно убедить, что это Божий план, что это должно обязательно произойти. И я прям должен это сделать, потому что Бог так хочет. Но если посмотреть, что движет этими людьми, всегда была воля человека, его своя воля. И тогда я говорю, это не может быть от Бога. Потому что Бог двигает то, что он хочет. Бог делает то, что соответствует его плану, а не твоему. И многим людям мне надо было конкретно это сказать. Да ты знаешь, что такое, развратился и грешит, будучи самоосужден. Он уже осужден. Я не хочу много к этому говорить, я не хочу концентрироваться на негативном. Но что мы видим в этом отрывке, то, что мы прочитали, я вижу три категории людей. Первая категория, которая описана в третьем стихе. Там, где мы были непослушны, ходили своими путями. Булуждали, были водимы нашими похотями. Жили в зависти, в злобе, сами ненавидели и нас ненавидели. Это старая наша Натура. Это первая категория. Люди, которые не рождены от Бога. Вторая категория. Это четвертая категория. Это четвертый стих. Это четвертый стих. С четвертого, седьмого стих. Господь, с любовью и любовью, с любовью и любовью. И я нахожусь в этом обновлении Духа. В этом происходит мое спасение. Он меня оправдал. Не я себя оправдываю. Иисус меня оправдал. И у меня есть надежда. У меня есть надежда, на наследие вечной жизни. И восьмом. Я прилижаю и ревную к добрым делам. И из девятого стиха, это третья Категия. Нам нужно понять, что это люди в церкви. Он говорит к Титу, что он должен делать в церкви. Это не в мире. Это не в мире. Это не в мире. И я хочу, чтобы мы сами себя проверили и посмотрели. на каком я пути. На каком я пути сейчас. У меня есть церкви. Если у меня вообще церкви. У меня вообще церкви. И я буду я туда, где Бог не видит. Потому что Дезориентация в Духе равно der Verlust der Errettung. Es steht geschrieben, denn Jesus sagt das. Wenn ein Blinder anderen Blinden mit sich führt, also diese Menschen sind desorientiert im Geist. Sie wissen nicht, wohin sie gehen. Sie haben kein Ziel vor Augen. Versteht ihr? Und dieser Mensch führt den anderen. Sie werden beide in die Grube fallen. Das ist das Ziel von solchen Menschen. Also, sie wissen es gar nicht, dass es das Ziel ist, weil sie werden dort landen, wenn sie nicht sehen. Deswegen schreie ich so. Versuche ich, jeden aufzuwecken. Mark die Augen auf. Versteht, dass es wichtig ist, dass es gefährlich ist, so Zustand, wenn ich nicht weiß, wohin ich unterwegs bin. Lass alles liegen. Das ist alles nicht wichtig. Möge das alles später kommen. Also, drei Kategorien. Zu welchem gehörst du? Schau doch dich selbst an. Посмотри на себя. Schau doch dich selbst an. Посмотри на себя. Lass uns jetzt Lukas 5 öffnen. Давайте откроем Lukas 5, 5-ю главу. Lukas 5, Vers 36. Wir müssen alles durch die Worte verstehen. Alles нужно понимать, пропускать через слова Иисуса. Sehr oft, aber versteht man Worte Jesu nicht. Ich kann euch hundertprozentig sagen, dass das, was ich jetzt lesen werde, versteht die Hälfte bestimmt gar nicht, um was es hier geht. Und ich verstehe das auch nicht ganz. Wenn ich denke, ich verstehe alles, ich weiß alles, dann verstehe ich gar nichts. Aber mit irgendwas muss man anfangen. Mit den Elefanten kannst du in Stücken essen. Komplett geht nicht. Man kann es mit частям essen. Deswegen, schaut mal, Vers 36, Lukas 5, 36. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Ich muss aber erst davor erklären, um was es hier erstmal geht. Da waren die Pharisäer, die sind gekommen zum Jesus und sagen zu ihm, warum fasten wir, warum fasten Johannis Jünger und deine Jünger fasten nicht, man sieht, sie kaum beten, warum? ihr macht falsch. Also sie werfen ihm vor, der würde was falsch machen. Die Pharisäer wissen immer alles besser. Pharisäer всегда sagen immer dem Pastor, dass er falsch betet, dass er falsch die Gemeinde führt und so weiter. Das sind die Pharisäer. Und dann antwortet er ihnen und er antwortet ihnen. Erstens hat er ihnen gesagt, wenn der Bräutigam bei denen dabei ist, warum müssen sie fasten? Also er sagt, ich bin doch da. Ich bin doch da. Ich bin doch da. Und dann sagt er ihnen ein Gleichnis. Und dann sagt er ihnen hier, niemand setzt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid. Denn sonst zerreißt er auch das neue und der Lappen vom neuen passt nicht zu dem alten. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden, so bleiben beide miteinander erhalten. Und niemand der alten trinkt will sogleich neuen, denn er spricht der alte ist besser. Und was hat das mit dem davor zu tun? Was hat das mit dem Fasten und Beten zu tun? Er antwortet ihnen das auf diese Frage, was sie ihnen gestellt haben. Sie fragen, warum Fasten sie nicht? Warum betet sie nicht? Und er erzählt ihnen so ein kram. Ja. Wie soll man das verstehen jetzt? Also wenn du dir da die Zeit nicht nimmst und nicht anfangen zu denken und fängst nicht an zu beten und sagst ja ich will wissen was hier versteckt ist du willst doch etwas rüber bringen da ist doch ein Sinn da drin weil ich bete ja auch ich faste ja auch ja pašu ist das haben pharisee ja auch gemacht pharisee тоже das war und ich weiß nicht ob es bei euch schon so war du faste betest aber ist keine Antwort hier ist kein Resultat da oder werden alle eure Gebete antwortet auf einmal sag sofort ich höre oft von den Menschen ja очень часто слышу от людей ich bete ich bete ständig ok ich auch ist dein Sinn zu beten nur oder ist der Sinn dass dein Gebet geantwortet wird das sind zwei verschiedene Sachen wenn du betest und dein Leben ist trotzdem zerstört und da ist kein Land in Sicht dann ist das noch schlimmer als hättest du gar nicht gebetet betet versteht er wo die reise geht wenn er nicht gebetet hätte dann hätte ich noch verstanden warum sein Leben so ruin ist aber er betet ja ständig und das Leben ist trotzdem zerstört was ist da los und dann sagt er hier das altes kleid neue Lappen alte Schlauch старый мех для vina neue wino ich verstehe dass erstens geht um den gegenstand selbst also das kleid selbst ist ein gegenstand ist eine materie например платье одежда und dann sagt er dass diese alte materie die schon irgendwelche Prozesse des Lebens erlebt hat durchgegangen ist das ist sehr schwer zu erklären jetzt versucht irgendwie zu verstehen ich weiß nicht wie ich es euch erklären soll das ist so schwierig zu bringen aber versucht es geht um die materie jede materie hat bestimmte fähigkeiten möglichkeiten inhalte und so weiter so und diese materie es ging ja worum geht es hier überhaupt er sagt dass alte materie ist schon eingegangen durch waschungen die neue lappen ist noch nicht gewaschen er ist noch in einem anderen Zustand und wenn ich sie jetzt zu dem loch auf mir drauf nähe und waschen damit wird diese neue materie zusammen eingehen und zerreißt hier das Loch noch mehr also es geht um die materie und diese alte materie die irgendwelche prozesse durchgelaufen ist sie ist nicht mehr fähig mit dem neuen zu kooperieren zusammen zu arbeiten so dass ich das in meinem alltäglichen leben verwenden kann ich weiß nicht ob er das versteht das ist ein bisschen kompliziert wobei wenn wir sehen stellt er vor das ist altes kleid das ist neues kleid das ist zehnmal gewaschen das ist niemals gewaschen das ist niemals nie passtirali siehst du hier einen Unterschied von außen wann wird unterschied zum sehen kommen wenn wenn ich hier ein Stück raus schneide hier drauf nähe und dann das wieder in die waschmaschine wenn wenn ich wieder 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 ein Stück und wieder 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 ein Stück Кусочек пришью к старому и постираю в машинке. Что за картину мы видим? Что хочет Бог нам этим показать? Вторая часть этой притчи это мех это как бы сосуд из кожи для вина и дарин есть инхальт это идет как бы оболочка описывается и содержимое и если старое вино в этом старом сосуде находится тогда не будет проблем он его не прорвет но мех прорывается тогда когда новое вино туда наливают речь не просто об одной матери но также об оболочке того что внутри помоги мне это донести посмотрите что Господь говорит об одежде Исайя 64 третий стих на русском четвертый стих ибо от века не слышали и не внимали ухом и никакой глаз не видал другого Бога кроме тебя который столько сделал бы для надеющихся на него для надеющихся на него ты милостлива встречаешь радующегося и делающего правду denen, die auf deinem weg помнищего тебя на путях твоих он думает о Боге на путях он думает о Боге на путях мы можем видеть как Бог реагирует на людей которые это делают понимаете но вот ты прогневался потому что мы издавна грешили и как же мы будем спасены все мы сделали как нечисты и вся праведность наша как запачканая одежда и все мы поблекли как лист и беззакония наши как ветер уносят нас здесь одежда он говорит что праведность наша наша праведность наше праведность Гристе наше праведность я в Augen Gottes даст даст праведность даст праведность это как Бог видит я стою при Бога и как я стою при Бога и как я стою при Нем какова моя позиция Я праведен под ним или нет? Это моя одежда. И он говорит, моя одежда, она грязная. Это вызывает гнев Бога по отношению к мне. Если мы это не поймем, что мне нужна новая одежда, и он говорит, что к старой одежде ты не можешь новую пришить. Это не работает. Недостаточно просто увидеть вещи, которые неправильно в моей жизни и сказать, и да, и убрать это от себя и пришить новое. Вначале оно будет выглядеть как бы хорошо, не будет разницы. Но, если ты в процесс твоего жизни опять идешь с Богом, и может быть, ты в одну или другую машину в одну машину ты будешь постиран через жизнь, оно начинает садиться и дырки будут больше. Это люди, которые надеются на себя, которые в своих глазах правильные, которые достаточно хороши. И знаете, как можно определить, этих людей для них другие люди всегда плохие. Это фарисеи. А, он делает это, как только он может это делать. Может. Все могу. Все могу. В силу Бога моего, который делает меня сильным. Моя проблема не в том, что он делает. Моя проблема в том, что делаю я. Моя проблема в том, что делаю я. Моя ответственность, как я реагирую, потому что написано, я думаю, что Яков пишет, если кто-то превозносится над другим и судит его, тогда он забыл, что этому человеку было прощено. Поэтому нужно регулярно трезвиться. И если я думаю, что этот человек меня так нервирует сильно, что меня это уже задевает, тогда, может быть, мне нужно вспомнить те вещи, которые мне просили. Окей, ты мне просил, иначе фанга я и делаю мне это старое платье иначе я надеваю на себя старую одежду, которая запачкана. И тогда я пытаюсь этими заплатками эти заплатки нашить, а дырка все больше и больше становится. И всегда больше становится. Иначе я не могу пришлить новую заплатку. в Исайе 62 в Исайе 62 мы можем прочитать 2 со второго стиха. И увидят народы правды твою и все цари славу твою. И назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. Новое имя. И имя, оно всегда связано с сущностью человека. Alte Natur, altes Wesen hat ein anderes Name. Hier sagt er, wirst du neue Namen bekommen. Steht geschrieben, die, die nach Gottes Geist geführt werden, die sind jetzt neue Kreaturen in Jesus Christus. Das Alte ist vergangen. Jetzt ist alles neu. Теперь все новое. Und du wirst eine Ehrenkrone in der Hand des Herrn sein und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. und du schwingst und du wirst eine Ehrenkrone in der Hand der Бог. Und du wirst eine Ehrenkrone das hat Gott vor. Das hat Gott vor. Das hat Gott vor. Das ist sein Plan. Das ist sein Plan. Wie macht er das? Как он это делает? Давайте откроем главу до этого, 61-ю. Дух Господа Бога на мне. С этого начинается. Божий Дух. Рождение свыше. Рождение свыше. Дух Божий приходит на меня. Обновление через Духа. Божий Дух на мне. Потому что Господь помазал меня. Благодаря нищим. И так далее. Это мы уже знаем на Иисусе. И сейчас мы прямо вверх. И пойдемте сразу в третий стих. В третий стих. Возвестить цитующим на Сионе. Почему они грустные? На немецком написано, что печальные. У тех, у кого все хорошо, они не грустят, у них нет печали. И Сион это гора. Это про образ церкви. Что вместо пепла дастся украшения. И вместо плача еле и радости. И славная одежда вместо милого Духа. Это славная одежда. Это славная одежда. И назовут их сильными правдами. Это все связано с правдами. Потому что, в немецком написано, что деревья правдности. На немецком написано, что деревья правдности. Господь дает новую одежду. Вы не хотите перестать. Вы не нуждается больше заплатки. Вы не нуждается. Вы elujah просто поверить и принять, что праведность Бог тебе дарует. А что тогда с вином? Что с этими мехами для вина? Он говорит, что старое вино остается в старом мехе и оно не разрывает. Новое вино и он рвется. Что это? Вино это снова прообраз Духа Святого. Не напивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Если ты старое вино наливаешь в себя, то твой старый мех чувствует себя хорошо. Но только твоя одежда тогда запачкается и в этом проблема. И новый вино, если ты старый мех начинаешь наливать, он разрывает. Какой тогда выход? Энварь. Обновление. Мы читали в 1-й Тимофею, в Титу, когда мы читали, ВИДЕРГЕБУРТ ДЕСЬ БАДЕСЬ, ВИДЕРГЕБУРТ ОЧИЩЕНИЕ РОЖДЕНИЕ БАНИИ ВОДНОЮ И ОБНОВЛЕНИЕ ДУХОМ СВЯТОМ и главные. Первый пункт это спасение. Это разовая Акция. Когда я прихожу к Богу и говорю к Богу, я я прихожу к Богу, я неправильно поступал, я неправильно делал, это случается, но все реже и реже, но происходит. И каждый раз я прихожу к Богу И я говорю Господи, прости мне, это было неправильно. И в этот момент он снимает меня старое тяжесть, потому что я не могу ее больше использовать. И если я просто в эту ситуацию наклею заплатку, то это будет больше, понимаете? Это проблема у тех людей, которые себя всегда оправдывают. Они не могут признать, что проблема у меня, например, и пытаются себя оправдывать. И в этом случае они прикрывают заплатку и дырку. В этом случае они прикрывают, заплатку и дырку. Вместо того, чтобы это все снять, снять себя эту одежду, это значит признать пред Богом, что я такой, какой я ест. И сказать, да, Господи, я нуждаюсь снова одежду. Это снова запачкан. Ах, один раз, это не страшно. Дело никто не видит. Я не вижу, новое это или старое. Я не вижу, что это новое, это или старое. Когда ты кидаешь, где что здесь. Это будет только тогда видно, когда ты пойдешь и начнешь что-то делать. Тогда видно. Так же с этими мехами. Мне нужно обновляться. Инхальт есть хорошая. Инхальт есть уже новое, это дух святой. Это уже не старое вино. 15, 18% алкоголь. 15, 20% алкоголь. Или 56. И 65. 94. Габс auch, alles. И 94, все было. И тогда мехи не рвались. Верстан, ва веке, або амсонсен, ва гуд. Разум был потерян, но остальное все было в целостности. Но сейчас пришел Дух Святой. Почему я его не чувствую? Почему он не наполняет меня? Он не хочет, чтобы ты не лопнул. Он не хочет, чтобы ты не лопнул. Насколько ты обновлен в своем мышлении. Эрнеурун durch den Heiligen Geist. Обновление Духом. И некоторые, к сожалению, застряли. Есть достаточно людей, которые хорошо начали. Но потом, когда-то, поверили в ложь. Я знаю, мне ничего не нужно, все окей. Моя жизнь хороша. Кому я так, иногда захожу. Это не работает. Если ты не будешь наполнен Духом святым, Тогда тебя Дьявол чем-то другим наполнит. Он об этом заботится. Он заботится о том, чтобы пустое место не осталось пустым. Поэтому мы нуждаемся в Духе святом. Дух святой открывает нам то, что нам даровано. Мы в Исайе читали. В Исайе мы читали. Что ни один глаз этого не видел. Никто не может этого понять. Мы сейчас прочитаем еще пару мест Писаний. Первая Коринфянам. Вторая глава. Павел здесь цитирует. Здесь пишет Павел. Здесь пишет Павел. 1 Коринфянам 2, 9 стих. Но как написано, не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам открыл это Бог Духом своим. Исайя. 2 Коринфянам 3, 10 стих. Исайя. 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 3 Коринфянам 3, 10 стих. Чтобы нам знать, дарованное нам от Бога. Многие люди даже не знают, что их дарованное. Их даже это не интересует. Самое главное, вокруг меня все в порядке. Я доволен. Еда есть. Питье есть. Я могу заправляться. Все нужды восполнены. Здесь говорит он, мы не приняли Духом мира. Потому что в мире люди также на этом сфокусированы. Это их мышление. Die Menschen, die von Gottes Geist erfüllt sind. Люди, которые наполнены Духом Божьем, они хотят знать, was ihnen Gott geschenkt hat. Они хотят знать, что Бог для них приготовил. Они хотят знать, что это Бога Божья. Они хотят знать, что это Бога Божья. И они хотят знать, И они ищут этого. И тот, который ищет, он придет туда. Окей, я нужен Духа Божья. Окей, мне нужен Дух Святой. Только он открывает мне, что мне даровано от Бога. И на русском написано, он не принимает, потому что почитает это безумие и не может разуметь он не может познать эту Истину Gott ist dafür gedacht er ist dafür willig dass jeder errettet wird и к той Erkenntнице и к той Истине и достиг познания Истины он не может этого понять потому что об этом нужно судить духовно мне это должно быть понятно это как раз вот этот старый Мех это душевный Мех который не этот новый Мех это душевный Мех который не может принять новое Великое приходит Божья информация приходит Божья информация приходит Божье задание познание и пух я не понимаю и человек он не понимает через 2-3 дня спрашиваешь человека помнишь что-нибудь помнишь что-нибудь от проповеди да что-то было про Иисуса всегда правильный ответ это стоит написано написано что если ты в старый Мех нальешь новое вино его прорвет и вино прольется это как раз то люди приходят они наполняются и через пару дней ничего не остается они не могут это вынести не могут это сохранить поэтому я хочу чтобы мы сегодня помолились чтобы мы durch den Heiligen Геист erнеует чтобы мы обновились Духом чтобы мы увидели этот процесс поняли его и приняли решение и дети потому что как раз для этого он заплатил именно это и есть в этом и есть в этом есть смысл почему все это происходит он хочет чтобы мы исполнились Духом и обновиться и позволили себя употребить он он хочет он он хочет через нас спасать этот мир посмотрите 2 и мы бетем Я буду читать из нового перевода, там более понятна. Но мы видим, что Иисус, который действительно был поставлен немного ниже Ангелов, сейчас увенчен Славой и Честью. Да, потому что Иисус, который действительно был поставлен, что Иисус, который был поставлен в течение всего мира, там более понятна. Но мы видим, что Иисус был немного ниже Ангелами, потом увенчен Славой и Честью. Иисус был на немецком, что за это он был награжден. Да, он был награжден. Да, он был награжден. Да, ему была дана Корона. Ему была дана вся Класть. Он был превознесен. И это он заработал через свою смерть. Для Иисуса это не было даровано. Понимаете? Он это заработал, заслужил. Да, потому что Иисус был в течение всего мира. Да. Да. Иисус был в течение всего мира. Иисус был в течение всего мира. Er war nicht dazu gezwungen. Das war kein Gewaltakt. Никто его не заставлял. Он это сделал добровольно. So. Gott, für den alles geschaffen wurde und durch den alles ist. 10. Vers. Wollte nämlich viele Menschen als seine Kinder annehmen und sie in sein herrliche Reich führen. Надlежало, чтобы Бог, приводящий все множество своих ценов в славу, для которого и благодаря которому все существует, проведя через страдания, сделал зачинателя их спасения совершенными. По-русски вообще ничего не понятно. In russischem absolut unverständlich. Total. Deswegen lese ich jetzt hier übersetzt einfach das, was ich hier lese. Wort zu Wort. Weil das, egal ob das jetzt Synodal oder das ist alles total unverständlich. Gott, für den alles geschaffen wurde und durch den alles ist. Бог, который все сотворил wollte nämlich viele Menschen als seine Kinder annehmen. Он хотел многих людей принять, как своих детей. Punkt 1. Первый Punkt. Errettung. Спасение. Von Pharao raus. От Pharaona. Aus der Welt weg. От мира забрал. Von Teufel weg. От Dschuldig. Er ist Vater. Er will seine Kinder zurück. Он хочет своих детей вернуть. Und sie in sein herrschliches Reich führen. Und sie in sein herrschliches Reich führen. Und sie in sein herrschliches Reich führen. Punkt 2. Второй Punkt. In sein Reich rein führen. In sein Reich rein führen. Du wirst nicht automatisch in sein Reich reingeführt, wenn du einfach nur errettet bist. Versteht ihr? Das ist zwei Schritte sind. Einmal Errettung. Einmal Geschenk der Gnade. Und zweiter Schritt ist in sein Reich reingehen. Jesus sagt nämlich, wer durch mich rein und raus geht, der hat Gottes Reich gefunden. Toth нашел Царство. In Johannes Evangelium. In Johannes Evangelium. Er sagt er, ich bin die Tür. Er sagt, 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 wer durch mich rein und raus geht, wird Gottes Reich finden. Und ich habe das schon gepredigt. Manche sind in dem Kreuz hängen geblieben. Sie haben verstanden, okay, Errettung. Ja, Jesus gestorben. Meine Sünde auf ihn. Ich bin jetzt gerechtfertigt. Alles gut. Ja, правда. Was machst du damit jetzt? Wo gehst du weiter hin? Was ist denn noch weiter sein Plan? Какой Plan его дальше? Das ist Gottes Reich. Это его Царство. Das ist dieser Schritt zwei. Это второй Schritt. Erkenntnis der Wahrheit. Познание Истины. Das ist der neue Schlauch, der jetzt mit dem neuen Wein gefüllt werden kann. Куда наливается новое вино. Und hier sagt er, er musste den Tod erleiden, weil er viele zu sich holen wollte, als Kinder annehmen und sie in das Reich Gottes reinführen. Jesus sollte ihnen den Weg dorthin bahnen, also durchbrechen praktisch. Jesus должен prоложить этим людям путь. Wir können das nicht machen. Wir können das nicht machen. Jesus ist der Weg. Er ist die Tür. Er ist die Tür. Seine Kleider der Wahrheit gibt mir diese Möglichkeit, durch den Kreuz ins Reich Gottes reinzugehen. Через Крест durch sein Opfer. Через его Жертв. Das muss ich verstehen. So. Und dann. Doch dazu war es notwendig, dass er selbst durch das Leiden am Kreuz zur Vollendung gelangte. dass er selbst durch das Leiden am Kreuz durch diese Ziel kam. So entsprach es dem Willen Gottes. So ist Wille Gottes in der Füllung gelang. Jetzt möchte ich, dass wir zusammen beten. Ich weiß, das ist nicht einfach. Das Thema ist nicht einfach. Das Thema ist schwer. Das Thema ist geistlich. Aber das ist der Schlüssel, wie dein Leben wirklich verändert wird. Das ist der Schlüssel, wie du aus dem Hamsterrad rauskommst, der heißt, heute Glaube, morgen weiß ich nicht. Heute heiliges Leben, morgen aus Versehen gesündigt. Heute fest im Glaube, morgen wieder schwach. Diese Hamsterrad ist genau deswegen, weil die Menschen am Kreuz hängen geblieben sind. sie sind nur durch den ersten Punkt gegangen, wenn überhaupt. Aber zweiten, wissen sie nicht, wollen sie nicht, gehen sie nicht, das ist zu schwer, das ist zu kompliziert, das muss verändert werden. Dafür muss ich mich hingeben an Gott. Для этого мне нужно отдать себя Богу. Der Paulus sagt das nämlich in Römer 12, Vers 2, 1 und 2, Ich ermahne euch, ihr Brüder und Schwestern, Gesicht der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiges Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Bleibt nicht diese alten Schläuche. Trägt nicht diese alten Kleider. Sei nicht diese alten Wesen. Gott hat dir alles Neues geschenkt, Neues gegeben. Wie kann ich das erkennen? Wie kann ich das verstehen? Wie kann ich das anwenden? Hier, lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Du kannst nicht Gott verstehen mit menschlichem Verstand, mit nicht erneuertem Verstand, mit Verstand, wo 24,7 irgendwelche Prozesse stattfinden, die mit Gott gar nichts zu tun haben. Mit Verstand, der an die Ewigkeit überhaupt sich nicht hinsend, nicht sich hinzieht an Gott, an Gottes Geist, an seine Liebe, an sein Reich. lasst uns beten, lasst uns den Herrn bieten, lasst uns den Herrn bieten, du bist immer bei uns und du willst uns erneuern, du willst uns verändern, du willst uns so veranstalten, wie wir sind von Ursprung von Gott. Du willst nicht, dass wir auf die falschen Wege uns verirren. Durch Hosea 4 sagst du zu uns, dass dein Volk wegen dem Mangel an Erkenntnis für dir umkommt, leidet. Wenn wir von dir nicht geleitet werden, wenn wir nicht erfüllt sind und nicht in Erkenntnis wachsen, Herr, wir bitten dich, dass du das veränderst. Wir bitten, dass dein Geist in der Fülle uns eingreift, Herr. Und alles, was sich gegen auflehnt, Herr, wir binden jetzt im Namen Jesu Christi alle Hindernisse, alles, was der Teufel aufgebaut hat, alle feste Bürger des Satans, des Feindes, wir proklamieren, dass sie zerstört werden durch die Salbung des Heiligen Geistes. Gott, du bist gekommen in die Synagoge und deine Lehre, dein Wort hat jede Macht der Finsternis rausgedrängt aus jedem Menschen her. Ich proklamiere, dass diese Salbung hier heute ist, dass der Heilige Geist alles verdrängt, ist. Oh, Herr, möge jeder schläfrige Geist weggedrängt werden im Namen Jesu Christi. Ich bitte dich, erschütere jeden, dass er wirklich wach wird im Namen Jesu Christi. Zerstör alle falschen Festungen, alle falschen Frieden, Herr, was der Teufel den Menschen gebracht hat. Zerstöre alle diese Tempel, die noch alt sind, die nicht neu aufgebaut sind. Du hast gesagt, zerstör diese Tempel und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Das hast du über deinen Leib geredet, was am Kreuz gekreuzigt war. Herr, wir sind heute dein Leib. Wenn jemand noch als alter Mensch herumläuft, Herr, wenn er noch nicht für sich gestorben ist und für Gott auferstanden ist, ich bitte dich im Namen Jesu, starte diesen Prozess, Herr. Ich berufe deine Umstände, ich berufe deine heiligen Engel zum Helfen, zum Durchführen diesen Prozess der Erneuerung im Namen Jesu Christi. Herr, wenn jemand nicht wieder geboren ist, wenn jemand im Geist gestorben ist, ich bitte dich im Namen Jesu, hauche neues Leben einher, entfache neues Feuer in jedem Menschen her, damit jeder für dich brennt. Wir sind nicht einverstanden von dieser Opposition, von diesem bedrückten Zustand und dieser Traurigkeit im Geist und diesem bedrückten Geist sind wir nicht einverstanden. Wir geben ihm keinen Raum hier im Namen Jesu. Wir treten auf alle falschen Geister im Namen Jesu und wir proklamieren, dass un anstatt traurigen Geist ein Freudenöl gegeben ist von Gott. Wir proklamieren Freude an Herrn, im Namen Jesu ist unsere Kraft egal was passiert Gott gibt diese Salbung her Möge Himmel geöffnet werden und aus deinen Fenstern möge Segen runter fließen im Namen Jesu Christi und wir proklamieren das anstatt Asche ist uns eine Diademe gegeben Herr eine Krone gegeben Herr du hast uns zu dem königlichen Priesterschaft gemacht Herr dafür hast den höchsten Preis bezahlt Herr und wir ziehen alle Kleider der Unwahrheit Kleider der Ungerechtigkeit ziehen wir vor dir aus Herr wir wollen nicht wie Adam uns irgendwelche feigenblätter um uns herum machen sondern wir wollen dass du uns wieder in deine Herrlichkeit anziehst Herr wir kommen zu dir jetzt jeder der erkennt dass er Gerechtigkeit des Herrn braucht kommen wir zu dir und wir bitten dich her zieh uns an zieh uns um wenn wir falsche Kleider tragen her nimm das alles weg her wir wollen nicht mehr flicken wir wollen nicht mehr noch größere Löcher bekommen nach jedem Akt des Lebens was wir erleben мы не хотим в процессе нашей жизни чтобы наши одежды разрывались получали больше Dürр мы хотим новое одежды белое feierliche kleidое gerecht белое праздничное славное одежды Herr wir wollen nicht nur beten wir wollen nicht nur fasten wir wollen dass wir eine Antwort aus dir bekommen wir хотим получать ответы Herr wir wollen nicht monolog führen wir nicht хотим einfach wести monolog wir wollen diallog haben mit dir wir хотим иметь diallog с тобой her her vergib jede nichtigkeit jede hektik dieser welt wo uns der Teufel verdreht hat wenn wir irgendwie wie hamster in dem rad gelaufen waren das ist nicht der Sinn des Lebens das ist nicht dein Wille so hast du es nicht gedacht Herr wir brauchen deine göttliche Ordnung und sie kann nur durch deinen Geist kommen durch die Erkenntnis der Wahrheit wir bitten dich nimm uns an die Hand Heiliger Geist erfülle uns Heiliger Geist nimm du den höchsten Platz in meiner Wesen diesen höchsten Rang in mir auf den Thron her setz dich es ist dein Platz Heiliger Geist zeig mir auf wenn ich irgendwo diese Flicken drauf nähen wollte bei mir ermahne du mich Heiliger Geist Erweise dich mir und erleuchte mein Inner möge deine Ermahnung kommen und Ausweg zeigen lass mich begreifen und verstehen dass ich ohne dich nichts schaffen werde dass ich dich mehr als alles andere brauche in meinem Leben Herr ich bitte dich erneuere uns in unsere Denkweise möge dein Wort alle Lüge entdecken zerstören und ersetzen durch dein neuen Wein Herr ich will nicht alter Schlauch bleiben ich will nicht platzen ich will nicht kaputt sein ob das von der Welt oder ob das von deinem Geist kommt die Welt kann mich nicht von außen zerstören kann nicht wenn du in mir bist weil dein Wort sagt der der in mir ist er ist stärker als alles in dieser Welt ich bitte dich erneuere erneuere möge deine Gerechtigkeit kommen dein Wort sagt der Gerechte ist mutig wie ein Löwe er wird brüllen er wird schreien er wird kämpfen er wird Beute wieder wegnehmen von dem Feind er möge diese Eifer kommen nach deinen Werken Herr im Namen Jesu Christ dafür danke ich dir Gott sei dir Lob und Ehre Herr wir wissen dass du viel mehr tun kannst wir vertrauen auf dir wir hoffen auf dich du bist unsere Hoffnung Herr egal wie es aussieht du hast gesagt und so wird es du hast gesagt und so wird es du wirst dich verherrlichen es ist dein Wille und dein Wort es ist Plan und das wird in Erfüllung gehen ob mit jemandem oder ohne wir wollen dabei sein Herr wir wollen uns fest klammern an dich wir wollen uns erneuern lassen um diesen Weg der Erkenntnis gehen egal wie eng das ist egal was es kosten wird wir legen uns als Opfer auf den Altar nimm uns her verwende uns her mach das was du möchtest her und dir sei Ehre in 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 der Ewigkeit und hier du hast bezahlt es nur durch dein Blut es nur durch dein Opfer es nur weil du es verdient hast Jesus ich kann das nicht verdienen aber ich will nach deinem Bild sein so wie du gehandelt hast will ich genauso handeln ich will in deiner Gerechtigkeit wandeln her ich will es nicht verlieren ich will nicht in dreckigem Kleid laufen deswegen bewahre mich von der Sünde bewahre mich auf dem richtigen Weg im Namen Jesu Christi Halleluja Ehre sei dir mein Gott sei du gepriesen und gelobt im Namen Jesu haben wir gebetet Amen 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 seid gesegnet Ehre sei dem Herrn nächsten Sonntag Weihnachten alle herzlich willkommen und alle eure bekannte Verwandte bringt alle mit es wird Essen geben hoffentlich wir müssen auch kurz abklären wer was mit bringt vielleicht können wir das jetzt machen am Tisch am Kaffee dass jeder bisschen was mitbringt und las noch eine kurze Ansage nach dem Dienst kurze Elternversammlung für Mama und Papa die Kinder da sind bleibt kurz vielleicht im Saal Nadja willst du hier machen oder hier ok alles klar beten wir noch kurz das ist Субтитры создавал DimaTorzok